ну что дорогие друзья я вас приветствую вновь и как вы думаете куда вы попали а вы попали на канал к ирине маркеловой да да так называется мой канал ирина маркелова не канал о вязании не канала кулинарии не канал о влогах и так далее а именно канал ирина маркелова я очень разносторонне интересующийся человек поэтому на моем канале очень много разных видео и как я уже сказала о кулинарии и видео распаковки и болтал очки всевозможные но большую часть моих видео занимают конечно видео вязание на моем канале очень много мастер-классов и если вы пройдете в плейлист называется так рубрика вот в заходите нажимаете на ирина маркелова и выскочит видео плейлисты и так далее если вы нажмете плейлисты там очень много мастер-классов подробнейших попетельных очень много мастер-классов вязание скатертей несколько платьев сколько туник топов и так далее и так далее и так далее конечно же это я говорю о тех кто недавно подписался на мой канал или и недавно попал на мой канал почему я завела эту тему да потому что очень много поступает вопросом не спрашивают а где можно найти там такую-то часть так вот чтоб вам не искать по всем видео какие-то части проходите в пол плейлист ищите название того изделия которые вы вяжете и там собраны все части они будут вам по порядку выскакивать после того как вы допустим по первой части провязали перескочит на вторую часть и еще значит опять же возможно конечно не все посмотрят это видео но тем не менее может многие еще не знать те которые будут смотреть а значит под бегущей строкой но там где идет просмотр видео есть пунктик меню и там есть шестереночка если вы внимательно посмотрите в плеере в своем такой значок как шестереночка нажав на него вы сможете поменять скорость воспроизведения видео потому что кто-то говорил то что я медленно говорю кто-то говорит что я быстро говорю и приходится по нескольку раз перематывать видео так что там скорость такая указана какая вам может быть нужно вы на любую поставите на ту которую там есть поэкспериментируйте подберите свою и вяжите себе в удовольствие вы же понимаете что я под всех подстроиться не смогу поэтому как бы вот такие небольшие лайфхаки которые нам предоставляет youtube да вы можете под себя легко подстроить еще опять же задается очень много вопросов по поводу того где найти схему как найти схему как мне сбросить фото и так далее и так далее значит смотрите есть инфобокс инфобокс это дополнительная информация которая под видео находится а где она находится вам нужно немножко опуститься под видео и вы увидите слово еще нажав на него там откроется еще целая куча информации на моем под моими видео находятся ссылки на мои соцсети если нужна схема значит там схема есть ссылки на моим мастер-классы если допустим требует видео того чтобы я там ссылки на мастер-классы оставила в общем для тех кто не знает вот вам еще одна дополнительная информация солнце светит я слепну вообще не вижу себя ни грамма в общем снимаю как есть что еще я хочу сегодня рассказать ну это вот такое небольшое вступление если конечно кому-то не хочется слушать меня можете прокрутить его а далее у нас пойдет разговор о том что же я за эту неделю вязала я как бы в своих влогах показывала немного но у меня такой режим что мне вообще некогда вязать это раз во вторых сейчас настала жара для тех кто спрашивает где я живу я живу в Волгодонске ростовской области у нас уже третий день до 30 градусов сейчас время 8 часов утра у меня лично жарко но почему то потому что я живу на пятом этаже у меня нет тех этажа и естественно я живу как в сауне но никто мне не виноват потому что когда приобреталась эта квартира мы же не думаем своей головой были еще молодые это лет двадцать назад было поэтому вот такая ситуация у меня ну чем это чревато лично для меня чревато тем что как сказать полноценно вязать я могу только с утра именно почему да потому что сейчас уже процессы у меня подрастают начну пожалуй я вот с этого процесса и и так жара представляете а еще когда укрываешься а как ты укрываешься не знаю как у кого а у меня процесс находится на на коленях когда я его вяжу и естественно здесь получается в два слоя я себя укрываю в такую жару конечно же вязать просто невозможно ну и еще у меня же сейчас в гостях находится мой внучек дорогой мой золотой человечек поэтому вязать мне вообще практически некогда но я не ропчу и все равно вяжу каждую минутку свободную я конечно же вяжу а что вяжу я сейчас вам покажу значит смотрите я еще после последнего показа провязала значит до практически провязала до линии реглана мне нужно померить сегодня должна прийти дочь ко мне мы с ней померяем и я продолжу вязать этот топ я назвала незабудка наташенька спасибо за название вот и вяжу я это изделие из газал бэби коттон да я думаю все знают эту пряжу я не буду про нее рассказывать вы можете пройти поисковик вот под лицо все к лицу видите у меня мне идет вот в чем мне повезло в том что мне любые цвета идут не знаю может быть потому что я блондинка вчера говорят был день блондинок мне даже прислали поздравления с днем блондинки ну спасибо вам большое за ваше внимание ко мне так вот я провязала 2 мотка уже и зарасходовала 2 мотка и вы меня просите чтобы я все таки показала узор как я вижу знаете что я хочу вам сказать по этому поводу в пятницу на этой неделе дети мои уезжают и я буду свободна как ветер и я думаю ну я надеюсь если позволит мое здоровье если позволит погода чтобы настроение было и все короче если звезды сойдутся то у меня будет много мастер-классов потому что у меня есть что вам показать и чему вам вас научить поэтому скорее всего ну я так подумала что я конечно же вот по этой незабудке сделаю мастер-класс по вязанию вот такого реглана кстати узор очень-очень простой а вяжется очень-очень легко я не знаю стоит ли вообще подробно рассказывать о том как вязать то есть делать набор у меня здесь как видите мой излюбленный пол и шнур конечно это еще не завершенная горловина здесь я еще буду вязать придумаю опять новую какую-нибудь фишечку чтобы вас порадовать как мне написали генератор идей ну это для меня конечно очень громко сказано но тем не менее как бы не хочется повторяться хотя иногда повторяться приходится и я расскажу почему именно в этом видео почему повторяться приходится так что вот незабудка у меня на таком этапе значит я нет здесь я не пробовала хотела вам сказать что я попробовала спицы новые здесь я не пробовала вяжу я на спицах номер два с половиной конечно вы сами понимаете что такое спицы два с половиной это конечно такое вязание которое длительное я что-то перешла на более спицы как же это сказать меньшего размера наверное так сказать не знаю почему но тем не менее вот как бы все мои процессы сейчас на спицах двойка два с половиной тройка даже а есть на три с половиной у меня есть один процесс так что хочу еще что сказать если вы помните у меня была проблема с тем что ну рядность у меня присутствовала и все хоть ты караул кричи и потом я перебрала очень много разных способов и знаете пересмотрела много видео я уже рассказывала что когда что-то где-то у меня не получается я сразу бегу в интернет поисковик и начинаю смотреть слушать какие-то советы и все остальное но вот честно скажу как на духу дошла сама не знаю есть ли такие видео возможно есть некоторые говорят что я там слизываю у кого-то и все остальное на самом деле редко за редким исключением я что-то где-то у кого-то беру и если я беру то я это все озвучиваю я не считаю это зазорным сказать что я у того научилась или у сего мне еще учиться и учиться по жизни моя мама говорила век учись а век живи век учись и дураком помрешь я не стесняюсь того что я постоянно у всех учусь молодые даже знаете многому учат нас сейчас и я не считаю себя настолько опытной опытной вязальщицей что прям я могу ответить на все вопросы сколько пряжи я еще не перепробовала сколько спиц не перепробовала вот как бы о спицах когда пойдет речь если не забуду то я расскажу вот и еще сколько техник всевозможных и сколько всяких нюансов вот допустим я смотрела Юлечку вязание и я она рассказывала о том как избежать косины я боюсь этой косины на самом деле вот один раз я вязала вязала пулловер моему внучеку но я там избежала косины с помощью узора она рассказывает очень много разных способов как избежать но человек видимо на своем опыте это уже испробовал я нет я нет у меня тоже спрашивают как вы избегаете косины я никак ее не избегаю потому что стараюсь не вязать из такой пряжи вот так остапа несет вы знаете это хорошо когда он меня несет потому что последнее время что-то у меня язычок никак не хочет развязываться хотя может быть это я так думаю а на самом деле и нет значит второе изделие я уже тоже показывала прикладок себе чтобы вы видели что во всех нарядах ты душечка хороша мне пишут посмотрите как зелень мне идет как она освежает прям вообще сразу такое выразительное лицо становится но по крайней мере это мое мнение знаете прежде всего ты должен понравиться сам себе а потом уже как бы ты понравишься всем остальным мне очень нравится вы знаете даже я не знаю вот у меня 600 грамм этой пряжи не 600 6 8 480 грамм 6 моточков по 80 грамм мне кажется что мне хватит даже на себя и этой пряжи я решила немножко повременить да наверное нужно сказать что это за пряжа потому что сколько я не говорю каждый раз у меня спрашивают а что это за пряжа пряжа это сказка называется я первый раз свяжу из этой пряжи мне очень понравился этот хлопок он стопроцентный получается восьмидесяти граммах 400 метров но так как он хлопок не скрученный ниточка такая как бы толстенькая вяжу на спицах три с половиной я вязала на китайских спицах но у меня они уже сто лет в обед и вот здесь в этом месте они мне зацепляли мне было настолько некомфортно вязать что-то мне пух что ли или что-то волос глаз вот и мне как бы доставляло дискомфорт я привыкла вязать в удовольствие понимаете когда я не в удовольствие вяжу это меня раздражает я нервничаю и я стараюсь тогда отложить это изделие взять что-то другое а потом вернуться в этом случае я решила думаю я куплю спицы как раз у меня была возможность купить спицы и я пошла я показывала что я купила спицы Ади я покупала спицы два с половиной метр метр двадцать и три с половиной но были только на восемьдесят три с половиной так как завозов нет девочки говорят что все выгребли поэтому значит я взяла на восемьдесят потому что у меня я уже рассказывала что есть тройки и тройки и Книдпро у меня есть и Ади и Гамовские у меня тройки есть а вот три с половиной половинок не было но сейчас у меня есть спицы полный набор опять же попозже расскажу так вот меня спрашивали хотя бы краткий обзор рассказать как я вязала значит на спицы нет начну с того что я набросовую нить набрала 160 петель я считаю что летнее изделие должно быть вот с такой горловинкой пошире да поэтому я набираю много петель некоторые говорят что 120 петель набирает на все горловины все зависит от размера прежде всего я так думаю во вторых от того какое углубление вы хотите сделать на своем изделии если вы обратили внимание я всегда делаю углубление широкое у меня до 70 а то и больше сантиметров идет вот по шее по горловине да так вот здесь у меня 160 и она довольно таки такая вот ну как видите по идее она должна быть нормально здесь у меня горловина лодочка поэтому я сделала всего лишь 6 поворотных рядов для ростка то есть вначале я сделала 10 сантиметров с одной и с другой стороны фу 10 петель то есть довязала по переду до 10 петель развернулась с обратной стороны дошла опять 10 петель развернулась потом 7 петель развернулась и опять 7 петель развернулась потом 5 петель И развернулась еще раз 5 петель И потом уже стала вязать по кругу Конечно же я провязывала здесь реглан погон сразу же То есть разделила на 2 части И у меня здесь реглан идет всего лишь 1 петля Но так как я делаю прибавки из предыдущей петли У меня получается вот такой регланчик 2 петелечки Значит хочу сказать что реглан погон так называемый Он у каждого должен быть свой В связи с тем что анатомическое строение у нас у каждого свое У кого-то есть широкие плечи, у кого-то короткие плечи У кого-то покатые, у кого-то еще какие-то Вы знаете я не скажу вам вот так вот вы лежите и все Знаете на канале Ольги Кондратьева есть подробное видео Как вязать реглан погон Она рассказывает Ну вот вы знаете уже я сколько раз говорила Ну вот балдая Ивановна Говорят нельзя себя обзывать Ну я ее иногда обзываю Вот не могу не воспринимаю я информацию Когда мне рассказывают У меня знаете люди разные все Кто-то на слух воспринимает Кто-то на зрение У меня очень хорошая зрительная память Я вот где-то что-то увидела Я даже забуду где это я видела Я буду вспоминать Крутить-крутить голове И в конце концов я вспомню Ну вот на слух я очень плохо запоминаю Хотя вот в детстве Когда я училась в школе Я слушала учительницу Вот она рассказывала там допустим урок И я не учила уроки Я приходила и ее словами рассказывала Она говорила Ой ну ты хотя бы слова бы меняла Не так рассказывала как я Когда они поняли что Я полностью рассказываю как они Вот Так что вот этот регланчик погон У каждого свой У кого-то он 5 сантиметров У кого-то 7 У кого-то даже 11 сантиметров Если вы хотите чтобы у вас Это было приспущено Но я считаю что Это все нужно пробовать на себе Я если честно распускала вязала Распускала вязала Пока не пришла к своему У меня он 7 сантиметров Потому что ну как бы И у меня плечи довольно таки Такие не узенькие У дочери тоже Поэтому Значит вы для себя должны сами Определить Вот это расстояние Ну здесь я уже сказала Что в каждом ряду прибавляла А потом я вывязала головку Рукава тоже в каждом ряду То есть начали Начала уже прибавки на Рукава И пошла вязать Сейчас я уже вывязала длину Вот эту через ряд я прибавки делала На рукава И вот сегодня я определюсь Оставлю я для себя Или для дочери Посмотрю как будет смотреться на дочери Вот этот топ Если я сейчас есть Вижу его То у меня останется пряжа Ни туда ни сюда Понимаете А мне не хотелось бы Чтобы были остатки Может быть я переговорю с ней И как бы Что-то другое ей выберу Тем более что Ходить ей есть чем И как бы Я думаю что она согласится Что хочу сказать еще Раз уже зашло По поводу ходить Есть в чем Я вывязала немножко Ой вывязала Выписала немножко Вопросиков Да И в этих вопросах Я не знаю Иногда люди задают Такие вопросы Что они меня Вот вводят Просто в ступор Одна подписчица Не подписчица Я не знаю Написала Под моим видео Мастер-классе Каролина Спрашивает А куда в нем Ходить Вот как бы вы Ответили на этот вопрос Вот мне Очень интересно Ваше мнение Вот Допустим Представьте Что вы на моем месте Как бы вы Ответили на этот вопрос Я думаю Многие видели Мой топ Каролина И Меня лично Этот вопрос Поставил ступор Я на него Даже сразу Не могла ответить Я его Обдумывала Ну с одной стороны Хорошо Что вы меня Заставляете Как говорится Извините Шевелить мозгами Но С другой стороны Ну это же Настолько очевидно Куда его носить И в пир И в мир Как говорят Есть такое Такое выражение Этот топ Он пойдет Как Вот на мой взгляд Как на повседневку Так и на выход Он будет Очень хорош Куда в нем Ходить Я связала На молодую Девушку Ну довольно Таки Ну женщина Молодая Куда Куда она Может ходить Гулять с ребенком Сходить в магазин Выйти еще Куда-то Даже на природу Поехать Там вот Как они Вчера уехали На дачу Она одела его А почему бы Нет Ходили гулять В парк Она его Одевала Она говорит Настолько он Ей понравился Что вот Она пришла Свои впечатления Мне рассказывала Говорит Что в нем Не холодно И не жарко То есть Была жара Ей не было жарко Стало вечером Прохладно Ей не было холодно Ну Я думаю Что вот так Я ответила На этот вопрос Она правда Потом удалила Свой Свой Комментарий Но На самом деле Я прям Удивилась Думаю Ну Как же Люди Ну Вы же Сами-то Можете Тоже подумать На эту тему И Еще один Комментарий Из этой серии Я его Конечно Удалила Я Его Даже Записала Потому Что Боюсь Не Сказать Дословно Мне Не нравится Музыкальный Фон Звучит Как В фильме Ужасов Этот Разговор Идет О Вчерашнем Видео Слайд-шоу Ваших Замечательных Работ Ну Вы Представляете Ну Звучит Как В фильме Ужасов Это Какие Какое Что В голове У людей Я не понимаю Мне Прям Аж Это Энигма Это Знаменитая Энигма Музыка Такая Которая Ну Я не знаю Расслабляет Наводит На какие-то Замечательные Ну По крайней мере У меня Такие Ощущения На какие-то Мысли Такие Замечательные И все Остальное А у людей Ужастики Оказывается В голове От этой Музыки Меня Конечно В какой-то Степени Это Немножко Тоже В стопор Вогнало И с другой Стороны Думаю Мама Дорогая Ну Люди Ну Я вообще Не знаю Какую музыку Тогда вам Ставить Это Не такая Та Не такая Не представляю Одна Моя Подписчица Тоже Мне Написала Вконтакте Говорит Ирина Смотрю Постоянно Ваши Видео Вы позитивный Человек И много Еще Добрых слов Сказано В моем адрес Огромное Вам спасибо Но я Говорю не к этому Она Говорит Как вы не реагируете На Отрицательные Комментарии На плохие Комментарии Вам их не пишут Я пачками Их удаляю Товарищи Пачками Пачками Мы все Разные Кому-то Нравится Моя туника Морской Прибой Кому-то Не нравится Кто-то Говорит Что я мешок На себе Одела Другой Говорит Что Ой Как вам Отлично И все Остальное Я Пришла К такой Мысли Что я Не могу Всем угодить И уже Моему каналу Почти пять лет Вернее Каналу Пять лет Уже было 15 марта Но Вести его Полноценно Я где-то Через год Стала Поэтому Я Вот Веду Отчет Моего Канала С того Момента Как я Начала Полноценно На нем Работать Разные Эмоции Вызывали У меня Негативные Комментарии Даже Был такой Момент Что до Такой Степени По мне Прошлись Что Это Был Финиш Я Просто Вот Потоптались По мне Ногами Поскакали На мне Как могли И все Остальное Но я Встала Отряхнулась И с того Момента Вот знаете Переломный Момент Был тогда Когда Вот Вот так Со мной Поступили Тем более Близкие Знакомые Очень Близкие Знакомые Я не буду Сейчас об этом Рассказывать Потому что Многие Знают Эту Историю Я Для себя Ее Все Забыла И не хочу Даже Углубляться И так Далее И С того Момента Я для себя Решила Дорогие Товарищи Как бы Вам не было Хорошо От того Что вы На других Выливаете Свой Негатив Я Поддаваться На такое Не буду Конечно Мы Все живые Люди Иногда Настроение Бывает Разное Иногда Болеешь Иногда Как говорит Опять же Говорила Моя мама Копится Копится Ведро И переливается И это Нужно Делать Хотя бы Раз В какой-то Период Это Даже Обязательно Нужно Делать Типа Выплеснул Рассказал А так Как я Одинокий Человек Да Ну Я В том Смысле Не Настолько Одинока У меня Такая Обширная Аудитория У меня Есть Конечно Друзья И все остальное Но иногда Хочется Вот так Вот Просто И на камеру Рассказать Поэтому Мои Давние Подписчики Знают Что иногда Я Выплескиваю И даже Пишут И поддерживают Меня Что нужно Это выплескивать Вот Но Последнее Время Вы Если обратили Внимание Я уже Давно Не акцентирую На этом Внимание Вот Давайте Вернемся К нашим Баранам Замечательно Пряжа Но Очень Такая Капризная Очень Капризная Ярнарт Стайл Я уже Рассказывала Три шестерки Цвет Опять У меня Продолжает Спрашивать Цвет Три шестерки Вот Надо же Присвоили Такой Замечательный Цвет Это Вискоза И хлопок Пропорция Значит Здесь Шестьдесят Семь Хлопок И Тридцать Семь Вискоза Очень Мне Она Понравилась Я вязала Образцы Все Но Тот Кто работал С вискозой Тот Знает Что Шаг Влево Шаг Вправо Это Затяжка И Первоначально Я начала Вязать Два Топа Почему Два Первый Топ Я начала Вязать Опять Полым Шнуром А нет Вру Не так Не так Я первый Начала Вот этот Топ Вязать И Знаете У меня Какая-то Случилась Проблема Про которую Я забыла Опять Примели К себе Вот И Не помню Что случилось Опять Ошиблась Вот видите Как Много Этих Изделий Что Путаюсь Вот Этот Был Первый И У меня Пошла Большая Рядность Все Я Вспомнила Прям Такая Рядность Пошла Просто Финиш Я Вывязала Моток И Полностью Распустила Практически В ноль Совсем Чуть У меня Здесь Оставалось Я Перевязала Какое-то Количество Потом Посмотрела Опять Мне не нравится Опять Распустила Это Третий Раз Говорю Бог Любит Троицу Третий Раз Я Начала Рязать И Вот Провязала До Такого Момента Уже Я Начала Вывязывать На Подрезы Вот Тот Кто Вязал Реглан Погон Погон Делится Реглан Погон Этот Делится На Три Части То есть Вывязывается Здесь Вывязывается По Прямой Рукав А потом Делаются Прибавки Со стороны Тела Со стороны Рукава И вот Сейчас Я Уже Вот Сколько Уже Провязала Эту Прибавку Ну 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 Опять Мне Нужно Померить На Дочь Я Не Знаю Какой Длины Эту Прибавку И Делать Так Вот Я И Начинала Вязать Три Раза Ну В конце Концов Как бы Я Ее Победила И Причем Я Знаете С Помощью Каких Спиц Победила С Помощью Вот Этих Спиц Которые Я Первоначально Забраковала А потом Я Сказала Что Я Изменила Своё Мнение По поводу Них Это Вот Такие Круговые Спицы Ой Честно Не Знаю Кто Производитель Может Быть Здесь Где-то И Написано Но Вроде Это Наши Советские Спицы Русские Советские Российские Вот Мне Посоветовала Подписчица Одна моя Говорит Что Она Сказала Что Она Более Двадцати Лет Вязала Этими Спицами И Они Ей Очень Понравились Я Вбила Поисковик Просто Название Спицы Вбила Поисковик Выбрала Цену 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 Выбрала Ту Которая Меня Удовлетворила И Купила Я сейчас Уже Не помню Сколько я Спиц Приобрела На тысячу Рублей Я купила Очередной Раз Хочу Поблагодарить Всех Тех Кто Помогает Мне Девочки Дорогие Мои Олечка Я Я Даже Всех Перечислять Сейчас Не буду Но Мой Такой Ангел Хранитель Который Мне Каждый Месяц Переводит Определенную Сумму Это Оля Оля Я Я их Не трачу Если Я пошла Купила Как Олечка Пишет На конфетки Я пошла Купила Конфетки Я читала Если На день рождения Подарили Я пошла Купила То-то 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 И Вы Видите Ни Одной Что-то Куда-то Влево Вправо Я никуда Мне даже Многие Пишут Что Потратьте На себя Ну Вы же Деньги Присылаете На развитие Канала Поэтому Я Вот Наконец-то Я Ну Как бы При спицах Скажем так И Спицы У меня Разноплановые Конечно У меня Нет Там Допустим Дроп Спиц Чагу Нет Какие Еще Там У меня Нет Наборов Спиц Вот Этих Супер Мупер Книт Про Ади И так Дали Есть Желание Попробовать Да Но Я С легкостью Обходилась И могу Обойтись Без них Будет Возможность Значит Когда-то Куплю Нет Я Даже Не Расстроюсь Мне Ирочка С Канады Присылала Вот эти Чагу Которые Маленькие Я Попробовала Но не смогла Пока вязать Но у меня Как бы и не было Возможности Где-то Как-то Их Применить Особо Но Я думаю Может быть Наступит Когда-то Такой Момент И я Их Применю А крючком Вот Уже Одним Пробовала Вязать Но Сказать Что Вау Как я Спицы Попробовала Которые Мне Недавно Пришли О них Я расскажу Позже Конечно Каждый Инструмент Он Подходит Наверное Для своего Изделия Поэтому Я Когда Начала Вязать Вот Этими Спицами Вот Я Взяла Спицы Тройку Или Три с половиной Наверное Три с половиной Я взяла И начала На них Вязать Я была Удивлена Насколько Комфортно Ими Вязать И как Хорошо Ложится Полотно И Я Уже Сказала Что я Подобрала Способ Вот Этот Вот Подтягивание Петли И Мне Подписчица Сказала Тоже Недавно Написала Говорит Ирина Как Хорошо Что Вы Сказали Об Этому Теперь У меня Идеальная Лицевая Гладь Стала Ну Вот Век Живи Век Учись Что У меня Там Крючок Упал Наверное Ладно Пусть он Полежит Вот Так что Вот это Мнение Я свое Поменяла Мне потом Уже Начали Писать О том Что Ирина Дайте Ссылку Но Вы знаете Я даже Сама Зашла На этот Сайт Где Продавались Эти спицы Там Оставалась Только Пятерка Не знаю Возможно Хозяйка Интернет Магазина Закажет Еще Чтобы Была Как бы Продажа Этих Спиц Но Не знаю По крайней мере Вот Когда у меня Уже спросили Сказали Что А там Нет Я думаю Ну Возьму Зайду Зашла А оказывается Их там Нет И еще Что Мне больше Всего Понравилось В этих Спицах То Что Леска Здесь Крутится Она Не Закручивается Она Вот Как бы Свободная Мне Вот В спицах Книпро Это Нравится Я Выписывала Одни Карбоновые Спицы Книпро И там Вот Крутится Вот так Вот леска Это Очень Удобно Для вязания Это Очень Удобно Я У Книпро Недавно Тоже Выписывала На брогу Другие Спицы И Тоже Ими Пока Недовольна Сейчас Все У меня Упало Подымух Видео Будет Большое Видите Я Болтаю Сегодня Что-то Меня Несет Но Вы Знаете Пока У меня Есть Свободное Время Неизвестно Будет Оно У меня Чуть Похоже Или Нет Внучек Должен Прийти Бывает Такое Что Мне Даже Некогда Ничего Не Снять Не Повязать Я Вот Недавно На Сайте Рукоделия Выписала Вот Такие Книпро Тоже Увидела У кого-то На Канале Думая Возьму Ка Я Для Пробы Взяла Хорошо Что Я Купила Один Номер Вот Цепляется Слышите Может быть Это Такая Пряжа Но Это Тоже Ярнарт Стайл Только Другой Рассветки Это Вот Такая Петрольный Цвет Бесподобный Как Он Мне Нравится Вообще Вот Сейчас Передает Цвет Такой Как Он Есть На Самом Деле Тормашками Это Цвет 677 Какой Он Красивый Какой Он Бесподобный Как Он Блестит В полотне И Тоже Мне К лицу Так Что Вот Я Вязала Образцы Только Образцы На Этих Спицах Но Я Конечно Уже Один Раз Поторопилась Сказала О том Что Спицы Не Понравились А Они Оказывается Еще И Ничего И Я Теперь Не Буду Так Скороспело Делать Выводы Свои Еще Попробую Что-то Другое Вязать Я Думаю Каждая Спица Найдет Своё Применение Вернемся Опять К Другой Моей Футболочке Или Топу И Этот Топ Я Вяжу На спицах Два С половиной Посмотрите Красота Бесподобно Вот этот Я уже Примерила На дочери Здесь У меня Набросовую Нить Воротничок Набран Я Специально Это Сделала Чтобы Горловинка Отличалась У меня У топов Так как Они По одному И тому же Принципу В принципе Связаны Разница Только В Вязании Лицевой Глади То есть Спицами Меньше И Спицами Больше Я Вчера Попробовала Вязать На своих Новых Спицах Товарищи Это Одно Удовольствие Вязать Вот Честно Когда Я Показала Свои Спицы Те Которые Мне Пришли Из Китая Очень Много Разных Комментариев Кто-то Говорит Ерунда Лучше Бы Вы Добавили Деньги Купили Чабу Я Не Могу Добавить Если Бы У Меня Была Возможность Я Б Купила И Даже Не Разговаривала Ну Я Не Могу Сейчас Купить Я Ж Говорю Я Уже Там Раньше Говорила Я Мечтаю Мне Там Говорили Ой Не Буду Говорить Что Там Писали Я Мечтаю Теперь Уже Тихо И Надеюсь Что Со Временем Когда То Конечно Я И Чагу Куплю Хотя Не Знаю Нужны Ли Они Мне Потому Что На самом Деле Вот Эти Спицы На сегодняшний день Они Меня Удовлетворяют Полностью Я Попробовала На спицах Номер 2 Вязать И На спицах Номер 2 С половиной На Номер 2 Я Покажу Другой Свой Проект А Вот Здесь Не Знаю Будет Сейчас Видно Или Нет Это Лицевая Гладь Ее Даже Видно Откуда Я Начала Вязать Это Просто Я Не знаю Я Почему Дальше Не Вяжу Из-за Того Что Мне Нужно Померить Я Уже Об Этом Сказала Поэтому У меня Сейчас Немножко Застопорилось Мое Вязание Потому Что Вот Когда Вяжешь Реглан Погон Постоянно Нужно Примерять Дабы Ну Считается Что Реглан Погон Должен Вязаться По Телу Да И Без Примерки Конечно Очень Сложно Его Вязать Ну Я Надеюсь Что Сегодня Дочь Придет Я Все Это Урегулирую И Буду Вязать Дальше В свое Удовольствие Так Это То Что Я Уже Вам Показывала Давайте Раз Уже Разговор Зашел За Спицы Я Продолжу Разговор Немножко О Спицах Это Вот Такие Спицы Под Названием Чагу И Мне Говорили О том Что Опять же В комментариях Писали Что Это Копия Ади Я С вами Не Соглашусь Потому Что Во Первых У Этих Спиц Совершенно Другая Леска Чем У Ади Совершенно Другой Кончик Чем У Ади Значит Мне Еще Говорили Писали О том Что Прочитайте Про Спицы Чагу И Сравните Эти Сравнивать Мне Очень Сложно Почему Потому Что Чагу На самом Деле У меня Нет Были Было Чагу У меня Я бы Конечно Сравнила Смотрите Вот Была Такая Закрученная Но Вот так Вот Проводишь И Она Сразу Ровненькая Леска Я имею Ввиду Кончики У Чагу Говорят Острые Здесь Они Тупые Ну Не до Такой Степени Тупые Но Такие Нормальные Кто-то Мне Говорил Что Вот Здесь Цепляют У Меня Не Цепляют Вы Знаете Хочу Сказать Что В Китае Очень Много Кулибин Да И Естественно У Разного Продавца Свой Товар Иногда Купиши В китайские Какие-то Ширпотребовские Спицы Или Крючки Вот Я Например Покупала Еще Лет Года Четыре Назад Крючки Я Ими До сих Пор Вяжу Сейчас Наверное Там У меня Такая Черная У них Ручка Я Столько На них Перевязала Скотертей И Вот Когда Я Вязала Скатерть Ананасовую По-моему Не помню Какую-то Скатерть Я Вязала Не Сейчас А Раньше Я Перепробивала Кучу Крючков И Вернулась К этим Китайским Крючкам Вот Настолько Уже Может Быть Знаете В процессе Вязания Все равно И Полируется Метал На Спицах И Как бы Ручка Может быть Как бы Тебе Прирастает Или Еще Что-то Я Не Знаю С чем Это Связано Но Я Говорю Что В Китае Тоже Как бы Можно купить Довольно Такие Ну Наверное Сказать Даже Качественные Пускай Будет Так Инструмент Которым Я Пользуюсь До сих Кора Вот Спицами До сих Пользуюсь Но Они Никелированные Там Облазят Вот Кстати По этому Поводу Ой Что же Там Шумит Написали Что Такие Спицы Облезли И так Далее А Сколько Мне Написали О них Положительные Отзывы Даже Сегодня Ирочка Козарчук Мне написала О том Что У них Она Ей Подарили И Она Очень Довольна Таким Такими Спицами Так Что Сколько Людей Столько И мнений Кому То Нравится Ади Кому То Нравится Кнет Про Кому То Еще Что То Мне Например У Ади Очень Понравились Спицы Ади Новый Я От них Без ума Но Опять Ж Они Не Ко Все Пряже Подходят Некотор Пряжу Я Мне Они Не Подошли Я Сейчас Сидела Пока Ждала Пока Уедет Машина И Подумала Наверное Я Разобью Этот Влог Не Влог А Это Видео На Две Части Вы Устанете От Сей Той Информации Которую Я Буду Сегодня Рассказывать В Этом Видео Посмотрю Насколько У меня Займет Оно По Времени Так Что Я Очень Всем Благодарна Вам За Положительные Отзывы За Отрицательные Тоже Потому Что Знаете Как бы Когда Вы там Пишите Что О нет Спицы Плохие Мне не Понравились И так Далее Рождается Как бы Такой Назову Я это Охотничий Азарт Да Хочется Быстренько Попробовать И понять Так ли Это На самом Деле И Я Хочу Сказать Что Вот Я Начала Говорить Но Перебили Я Не Закончила Свою Мысль Что У одного Производителя Даже У нас Да Это Везде Один И тот Же Бренд Он Есть Качественный А есть Некачественный Скажем Так Ну Кто Как Относится К своей Работе Наверное Поэтому Я Надеюсь Что Эти Спицы Меня Не Подведут Вот Я Если Вы Видели Это Видео Я Купила Себе Полную Линейку Половинки Четвертинки И Целинки Все Купила И Спасибо Вам Большое Что Вы Мне Посоветовали С Обратной Стороны Вставить Спицы Вот На 120 Сантиметров Честно Мне Никогда Было Даже Подумать Потому Что Я Говорю Что Я Нахожусь В Постоянном Таком Движении Движении У Меня Прям Вот Все Кипит Жизнь Кипит Поэтому Может Со Временем Я бы До Этого Додумалась Но Спасибо Вам Большое Что Вы Меня Опередили И Мне Подсказали Я Вам Очень Благодарна Теперь Перейдем К моим Новым Процессам Да У меня Есть Еще Помимо Этих Четырех Еще Два Новых Процесса И Родились Они Знаете Почему Ну Во-первых Как я Уже Сказала Мне Захотелось Попробовать Спицы Это Раз Во-вторых Как бы Я Когда Вязала Свою Чайку Я Говорила О том Что Я Сейчас Чайку Свяжу А Потом Уже Вам Расскажу Как Я Ее Вязала Но Я Не могу На пальцах Объяснять Как Я Вязала Эту Чайку Поэтому Еще Что Послужило Началом Вязания Моего Изделия Это То Что Мне Прислала Моя Подписчица Красивую Чайку Связанную С Ализе Дива И Я Начала Вязать На Новых Спицах Посмотрите Какая Красота Посмотрите Какая Красота Это Просто Прелесть Это Вязание Просто Прелесть Я Не знаю Я Конечно Вяжу На спицах Номер Два Вот Этих Чайку Не Чайку Чайку Не Чайку Я Не знаю Как Теперь Их Называть Будут Китайские Чайку Хотя Они И так Китайские Чайку Китайские Спицы Да И там Какой-то Медицинский Металл А здесь Не знаю Что здесь Ну мне кажется Что это не латунные Спицы Мне сказали Что латунные Не тяжелые Легкие Леска Вот такая Мягкая Вообще Замечательная Ну и Что сказать Единственное Что хочу сказать Конечно Опять вы будете Спрашивать У меня Элизе Дива Батик Это называется Да Не батик Или батик В общем Этикетку Вот так Покажу Наверное Будет Отсвечивать Да Ну надеюсь Вы увидите Вот так Как бы Постараюсь Вам показать Все Вы увидите То что вы захотите Да Батик Здесь написано И еще что-то Значит И номер Цвет номера Номер цвета О господи Уже все Заболталось 42 4572 4572 4572 Это пряжа У меня Осталось Два Моточка От Моей Туники Семицветик И я думаю Я сейчас Начну вязать Вот Сверху Столько Сколько Хватит Мне На кокетку Да И Затем Уже Я добавлю У меня Есть и Бирюзовый Цвет У меня Есть и Бордовый Цвет Однотонный Хочу После кокетки Связать Однотонно Не знаю Тоже Кому я Свяжу Себе Или Дочери Но Кому-то Свяжу Опять Мне Будут Писать Ой Куда Вы Столько Процессов Я Творческий Человек И Мне Хочется Творить Вот Спасибо Вам Огромное За все Ваши Советы Ой Товарищи Я вообще Не знаю Я не перестану Вас Благодарить За это Потому что Опять же Говорю Что Я не Зазнайка И Не то Что Вот Как я Только Вяжу Это так Правильно А то Что Как вы Вяжете Это неправильно Конечно Иной раз Вы повторяетесь Я даже Иногда В видео Это скажу А вы Мне все равно Пишите Как будто Это ваша Мысль была Ну Ничего Страшного Я даже Вообще Не парюсь По этому Поводу Вот И Значит Поэтому Я положу Много Процессов Ни Один Процесс Я не Распустила Всего То Что Мною Начато Ни Один Процесс Я В ноль Не Распустила Я Либо Их Перевязываю Так Как Я Их Хочу Перевязать Опять Приехала Мусорка Пока Дождешься Когда Уедет И все Мысли Уже Убежали Совсем Другое Русло Стало Думать Ну Неважно Значит Я Либо Перевязываю Либо Значит Распускаю До Определенного Момента Вяжу По новой И Распускаю До тех пор Пока Не свяжу Тот вариант Который Мне Нужен И Это Уже Не на Одном Изделии Вы Это Уже Прекрасно Все Видите И Я Уже Говорила Что Раньше Я Просто Процесс Моего Вязания Не Показывала Поэтому Вы Видели Только Целое Изделие И Все Но Если Вы Вспомните Пальто Темный Омут Я Вязала Год Да Потом Туника Для Леди Задолбали Извините Меня За это Такое Слово Мне Постоянно Когда Вы Ее Свяжете Когда Мы Ее Увидим На Вас И Что Два Года Туника Находится На Канале Первую Часть 8000 Просмотров До Сих Пор Ну Как Вы Думаете Но Я Сейчас Уже На Такие Комментарии Стараюсь Не Реагировать Потому Что Человек Иногда Бывает Зайдет Случайно Он Все Мои Видео И Начинает Знаете Тут Ухватил Там Ухватил И еще Где-то Так Вот Допустим С Моим Изделием Я Показывала Санны 16 Что Я Хочу Связать Тунику В стиле Бога Это Я Делилась Как Бы Своими Планами Что Я Планирую Да Ну Потом Трах Бах Приехали Дети И Естественно Планы Поменялись И Я Об Это Говорила И Говорила О том Что Я Сейчас Хочу Как Можно Больше Начать Процесс Для Того Чтобы Довязать До того Места И Сделать Примерку Пока Она Уедет А Потом Уже По Прямой Вяжи Не Хочу Ну Как Бы Уже Примерять Мне Не Надо Только Вязать И Я И Просто Напросто Отправлю Потом Посылка И Все И Вот Она Мне Подписчица Пишет Я Показываю Свои Изделия То Что Я Там Вяжу Вот Находятся Они У меня Процесс И Тето 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 Она Мне Говорит А Когда Вы Будете Вязать Тунику В стиле Боха Мне Если Честно Они Меня Не Раздражают Они Меня Не Обижают Меня Просто Смешат Такие Комментарии Я Потому Что Уже Допустим На Своем Опыте Опять Каждый Раз Приобретаешь Приобретаешь Опыт Точно Так же Как Чайку Вы Вспомните Как Вы Все Меня Донимали Тем Что Когда Вы Свяжете Чайку Когда Вы Свяжете Чайку Я Ее Не Вязала Потому Что У меня Не Было Пряжи Не Хватало Пряжи И Мне Нужна Была Пряжа Для Того Чтобы На Рукава Все Это Подобрать Это Раз Во Вторых Вязальщицы Они Машины Да И Они Все Время Должны Вязать Вязать Не Жить Не Не Радоваться Жизни И все Остальное Вязание Это Хорошо Но Есть Еще Реальная Жизнь И Как Иной Раз Хочется Куда Пойти Даже Вот Вы Знаете Я Очень Сильно Оценила Вот Эту Самоизоляцию В Каком Смысле В том Что Я Поняла Что Я Говорили Что Выходите Чаще Чаще Гуляйте И все Остальное Да Я Вообще Получается Шлялась Все Время А Сейчас Когда Закрыли Нас Я Поняла Что Мне Нужно Ити Мне Нужно Хочется Ити Я Конечно Не Сидела Так Что Нас Закрыли И все Но Тем Не Менее Старалась Придерживаться Выходить Только По Необходимости Но По Необходимости У меня Тоже Часто Получалось Выходить Мне Кажется Если Б Мне Здоровье Позволяло Я Б Наверное Еще Больше Ходила Вот Так Что Я Сейчас Уже Не Реагирую На Такие Комментарии По Поводу Того Когда Вы Свяжете И Когда Будете Вязать Когда Захочу Тогда Свяжу Зачем Вы Начинаете Столько Изделий Это Мое Дело Хочу Начинаю Вы Можете Начинать Вместе Со Мной Можете Не Начинать Вместе Со Мной Мастер Класс Выходит Вяжите Да Спасибо Дорогие Мои Что Вы Уже Леночка Поручик Связала Каролину Свою Красавицу Тоже Спасибо Моя Хорошая Она Вяжет По моим Мастер Классам Она Связала Себе Тоже Платье По моему Мастер Классу Прям Душа Радуется И поет Когда Я вижу Когда Вы Присылаете Мне Свои Изделия Да Какие Скатерти Вы Присылаете Какие Вот Сейчас Начался Сезон Люди Вяжут Себе Платье Туники Вы Мне Присылаете Опять Я Вчера Выставила А Вчера Мне Очень Много Пришло Ну Как Сказать Не до Такой Степени Много Что Уже Можно Видео Новое Выставлять Но Тем Не Менее Несколько Человек Прислало Мне Опять И Кайлеминол И Скатерти Ну В общем Я Вам Благодарна Присылайте И Хочу Сказать Что Вы Можете Присылать Мне Не Только Изделия По Мастер Классом Мне Очень Приятно Видеть Все Ваши Работы Да Как Бы Василия Вагисова Прислала Мне Такую Вышивку Бесподобную Я Под Впечатлением Вчера Ходила Весь Вечер Это Ж Мое Настроение Я Вам Очень Благодарна Очень Благодарна Что Вы Делитесь Своим Сокровенным Поэтому Знаете Только Просьба К Вам Пожалуйста Когда Вы Снимаете Видео Ой Фото Вы Посмотрите На каком фоне Вы снимаете Не Не видно Ли там Что-то Постороннего Я Сама Не Не умею Делать Нормальные Фотографии Ну Раз Знаете Вы Присылаете Там Допустим Красивое Платье А на фоне Там За Фоном Да Что-то Там Не очень Красивое Поэтому Когда Вы Фотографию Сделали Посмотрите Пожалуйста На нее И Конечно же Фон Тоже Имеет Значение Вот Я Опять Впечатлилась А вчера Ладно И Мой Крайний Процесс Который Шестой У меня Я Тоже Начала Вязать Из Пряжи Ализе Дива Батик Вот Такого Замечательного Цвета Та-та-там Та-та-там Почему я Начала Вязать Тот Кто Видел Мою Тунику Жасмин Тот Наверное Как бы Увидит Сходство Да Я Сейчас Скажу Цвет Потому Что Будете Спрашивать 45 37 45 37 Так Вот Почему Я Ее Начала Вязать Потому Что Одна Подписчица Мне Написала Уже Столько Связала У меня Уже По-моему Больше Полмиллиона Просмотров Этой Туники Она Довольно Таки Давно На канале У меня Мастер Класс По Вязанию Этой Тунички И Сколько Раз Я Говорила Ну Спросите Вы По-человечески Ну Скажите Вы По-человечески Что У вас Не Получается Или Еще Что То Сразу Начинает Обвинять Вот Опять же Сегодня По Салфетке Нежность Я Получила Вы Знаете Стало Раньше Я пыталась Как-то Спрашивать А где Сейчас Я Просто Удаляю Такие Комментарии Без Суда И Следствия Как Называется Потому Что Если Человек Уже Изначально Агрессивно Настроен Мою Сторону Если Он Говорит Что Мастер Класс Мой Непонятен Пусть Идет Дальше И Ищет Другой Мастер Класс Если Ты Говоришь Таких Грубых Выражениях Если У тебя Изначально Негатив Мою Сторону Я Тебе Объяснить Ничего Не Буду Вот Если Человек Нормально Ко Мне Обратился И Сказал Ирина Я Вот Что То У Меня Не Получается Давайте Разберемся Может Вы Мне Поможете В чем Моя Ошибка Как Вот Буквально Недавно По этой Тунике Прибой Мне Вконтакте Написала Девушка Она Прислава Фотографию Все Мы С ней Разобрались Я ей Голосом Отвечала Она Мне Тоже Мы Все Разобрались Где Что К чему Даже Я Говорила В Мастер Классе Она Возможно Не так Восприятие У каждого Своё Может Быть Она Неправильно Как Ну Как Восприятие Другое У неё Да Тем более Она Говорит Что У неё Трое Детей Я Представляю Я знаю У меня Один Внучек И то Я Не знаю Можно ли Что-то Воспринимать В его Присутствии А люди Ещё Успевают Вязать Вот Всё Разобрали Я Теперь Надеюсь Что Она Действительно Свяжет И Она Вяжет Именно С Такой Пряжи Как У Меня Размер Конечно У неё Гораздо Меньше Так Вот Я Решила Что Сейчас Я Вообще Даже Реагировать На такие Комментарии Не буду Столько Связали Кали Мино Уже И Люди Вот Ну Настолько Уже Много Связали Я Просто Не знаю Ну Если Тебе Что-то Где-то Непонятно Ну Спроси Я Вяжу Много Лет Но Этот Мастер Класс Что Только Там Не Написали Мне Но Я Понимаю Что Это И Хейдеры Могут Писать Я Написала Что Если Вы Вязали Много Лет Вы Смогли Связать Даже По Картинке Ну А Что Я Например Очень Многие Вяжи Вяжу Просто По Картинке Мне Достаточно Увеличить Фотографии И Я Пойму Как Ну Не Любят Окружающих Так Вот Вернемся К нашей Туничке Значит Мне Написали Да Я Каюсь У Меня Значит Было Такое Если Я Помню Конечно Года Четыре Назад Уже Все Забылось Когда Я Первоначально Набирала Я Допустила Ошибку Там Нужно Было Вот Так Через Ряд Вязать Так Где Здесь Через Ряд Вязать Вот Видите Вот Пропущена Цепочка Да Вот Мой Ноготь И Здесь Вот Дальше Идут Столбики А Я Первоначально Когда Начала Снимать Мастер Класс В Каждый Столбик Привязала Эти Столбики Под Каждую Цепочку У Меня Естественно Вот Так Вот Стало Вязание Знаете Из-за того Что Уже Это Было Очень Давно Я Думаю Может Быть Я Где-то Там Все-таки Что-то Где-то Не Сказала И Включила Свой Мастер Мастер Класс И Села Потратила Два Часа И Начала Вязать Вот Вот Эту Тунику Именно По Мастер Классу Конечно Я Ее Свяжу Я Ее Не Буду Вязать Себе Потому Что У меня Есть Уже Жасмин Туника Хотя Видите Какая Она Красивая Мне Говорят Зачем Ты Столько Наряда В Себе Вяжешь В общем Она Кому То Будет И Естественно Я Ее Не Оставлю В Таком Виде Я Ее Отпарю Она У Меня Будет Не Такая Толстая Такая Шелковистая Как Отпаривается Дива Я Уже Показывала Но Представляете Какая Красивая Жасмин Будет Вы Можете Пройти Посмотреть Мой Мастер Класс Что За Жасмин Я Постараюсь Под Видео Если Не Забуду Если Будет Время Конечно Оставите Так Вы Можете Точно Также Плейлист Пройти Там Очень Много Частей Но Все Настолько Я Попетельно Показывала Именно Попетельно Я Думаю Что Свяжет Любой Тем Более Если Вы Уже Давно На Моем Канале Все Расчеты По Вязанию Я Подробно Я давала Как я Сейчас Уже Разжевывала Их Уже Кокетки Я думаю Могут Мои Подписчики Которые Со мной Вяжут С закрытыми Глазами Наверное Связать Вот И Что Хочу Сказать Что Все Получается И все Это Расширение И все Просто Некоторые Не хотят Делать Расчеты Они Не Понимают Что Физиология У всех Разная У Кого То Я Уже Говорила Широкие Плечи А это Кстати Актуально Для Вязания Кокетки Что Это Нужно Учитывать Это Раз У кого То Бюст У кого То Его Нет У кого То Полная Рука У кого То Худенько У кого То Размер 42 У кого То Семидесятый Это Все Влияет Это Все Нужно Рассчитывать Кому То Достаточно Два Раппорта А кому То Надо И Четыре Связать Поэтому Тут Уж Вы Извините Если Вы Хотите Вязать Чисто По Готовому На Мой Семидесятый Размер То Конечно У вас Не Будет Получаться Вот Так Что Вот Это Был Крайний Мой Проект Который Я Вяжу Сейчас И о котором Я Говорила Но У меня Есть Еще Несколько Вопросов На Которые Я Хотела Бы Ответить И Я Бо Может Быть Сейчас Уже В этом Видео И не Отвечала Потому Что Я Там Уже Наговорила Ой Ой Я Так Думаю Хотя Не факт Я тут Отключалась Включалась Не знаю Я Конечно Уже Думаю Что Очень Долго Я С Вами Общаюсь Так Значит Какой Краской Я Крашусь Неоднократно Мне говорят Комплименты По поводу Цвета Моих Волос Значит Остановлюсь Подробнее На этом Я уже Как-то Рассказывала Товарищи Структура Волос У всех Тоже Разная Вы Это Тоже Должны Понимать Еще Когда Я Только Первый Раз Блондинкой Хотела Становиться Но Если Вы Знаете Раньше Вообще Не Было Вот Этих Красок Красивых Ну Замечательных Которые Сейчас Есть И Можно Стать Блондином Мы Раньше По-моему Красились Гидроперитом Да Я Не Помню Уже Но Это Было Настолько Давно И Когда Я Первый Раз Пришла В парикмахерскую Меня Покрасить Хотели Сказали А давай Сделаем С тебя Блондинку Ну Будешь Вначале Желтая Потом Станешь Белая Меня Покрасили Первый Раз И Я Сразу Стала Белая И Парикмахер Который Меня Красил Говорит Ой Это Я Говорит На моем Опыте Первый Раз Что Вот Так Краска Хорошо Обесцвечивание Хорошо Берется Поэтому Не факт Что Если Вы Покрасите С той Краской Которой Крашусь Я У вас Получится Такой Же Цвет Волос Вот Конечно Же Я Ухаживаю За Ними Ухаживаю Как Вот У меня Есть Маски Для Волос И Всегда Даже Когда У меня Не было Денег Я Старалась Ухаживать За Волосами Если Вы Помните Это Вот Еще Года Два Назад Я Покупала Краску Ой Маску Название Не скажу Но Я Показывала В магнит Косметике За Спасибо За баллы Спасибо Покупала В каком То Нашем Магазине И Ну Как Я Стараюсь Каждый Раз Делать Маски Бальзамы Использую И так Далее Почему Потому Что Я Конечно Нещадно Свои Волосы Скажу Грубо Гроблю Почему Потому Что Чуть ли Не Каждый День Я Их Голову Мою Фенюсь А Тепловое Воздействие Конечно Это Для Волос Плохо Ну И Конечно Обесцвечивание Оно Тоже Влияет Поэтому Мне Нужно Постоянно Ухаживать Иначе Они У меня Вообще Отпадут Краска Которой Я пользуюсь Называется Вот так Вот Эстель Ультраблонд И вот Там Название Да До Этого Я Пользовалась Краской Егора Но Сейчас Вроде Вот так Выглядит Краска Внутри Столько Я уже Использовала Крашусь Один раз В месяц Вот Сейчас У меня Закончился Окислитель Но 9% Окислитель У меня Обычно Я беру Баночку Я выкинула Но я просто Визуально Помню Как выглядит Этот окислитель Но подходит Любой Окислитель Подходит Любой Ну конечно Желательно Чтобы был Этой фирмы Вот Далюкса Тут еще Написано Вот этот Вот эта Баночка Я ей пользуюсь Уже 2 года Моему внучку Третий год Когда он у меня Родился Я поехала к дочери У них в Москве Купила Что-то стоит Чуть больше Вот 810 рублей И вот Представьте 810 рублей Я уже Сколько Пользуюсь Сколько Я сэкономила Денег Парикмахерскую Пойдешь Красить Корни Да Ну я не знаю Сколько это стоит Ну не дешево Кумушка иногда Приходит Меня красит Иногда я К ней хожу Крашу Но в основном Крашу себе сама Еще вот Немножко Осталось Мне надо Ну как бы Не осталось А немножко Уже отросло У меня Сейчас еще Чуть-чуть Корни отрастут Я пойду Постригусь У кумушки Они может К тому времени Уже Окончательно Откроются Я буквально Она вчера Или позавчера Разговаривала С ней У нее День рождения 30-го числа Была Я представляете Забыла ее Поздравить Потому что Внучку Целый день У меня был И так Неудобно Ну хорошо Что мы друзья Уже давно Она не обиделась На меня Ну я себя Не очень Хорошо чувствовала По этому поводу Когда вспомнила Думаю Мама дорогая Ну что ж я такая Невнимательная Дело в том Что я в этот день Даже не заходила Ни в соцсети Никуда Ну не было У меня времени Это уж обычно В соцсетях Везде показывает День рождения Вот Так что думаю Что на этот вопрос Я тоже ответила Так Следующее Значит Меня Несколько человек Спросило Чтобы я рассказала Свой отзыв Про подушку Товарищи Я нашла Свою подушку Честное слово Вы не представляете Меня Мучает Постоянный Кашель Я уже Рассказывала Что у меня Аллергия Тем более Что сейчас Уже начались Вот эти Всякие Цветения И все остальное Я пила Таблетку Таблетки Курс таблеток Я пропила От своего Заболевания И сейчас Перешла Пью только Одну таблетку В сутки И все Таки Я думаю Что Наверное Все таки Зависело Еще и от подушки Может быть Я неправильно Лежала И дыхание У меня Как-то неправильно Было Потому что Я ночью Кашляла Вы не представляете Как я постоянно Икхы 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 Я вымучивалась Я После Приобретения Этой подушки Сплю на ней Уже проспала Четыре ночи И я поймала себя На той мысли Что я эти ночи Не кашляла Вот представляете Не знаю С чем это связано Может это Из-за того Что я перестала Пить Вот усиленно Эти таблетки Может быть Еще что-то Может быть Я не ем Или не пью То на что У меня аллергия И так далее Но факт Остается фактом Вот Так что Я очень рекомендую Но опять же Хочу сказать Возможно Мне она Подошла А вам не подойдет Я хочу еще одну Такую Теперь приобрести Я же говорю Даже зять мой Заценил Когда они приходили Там вздремнули В обед И говорят Ой какая классная подушка Она повторяет Форму Вашего тела То есть Вот вы легли Там Голова Легла И Со всех сторон Вас Обволокло Не так Как вот на этих Лебяжий пух И так далее Что лег И там Синтетика А здесь пух Еще что-то Наверное Ну пух Прям чувствуется Что там что-то жестковато Мне Мне вот это Вот Распаковку Я показывала На своем канале Вот все То что там было Вот Да и вообще Василек Он супер Муперная фирма Мне нравится Качество И все Мы Все семьей С удовольствием Пользуемся Продукцией Этой фирмы И Я не устану Говорить О том Что Все супер Мупер Топер Красота Роста Вообще Мне тоже Написали о том Что уже Там кто-то Пользуется Четыре года И с большим Удовольствием Я надеюсь Что Я тоже Буду долго Пользоваться И Для моих Старых косточек Это такая Находка Вот Значит Еще Мне задали Вопрос По поводу Опять же Актуальная тема Скатерти Вязание Скатертей Ира Покажите Чем вы Крахмалите Я уже Тоже Неоднократно Показывала Но я Пообещала Что я покажу В следующем Видео Поэтому Вот Я показываю Вот так Выглядит Это Средство Облегчает Глажение Сохраняет Форму Подходит Для всех Типов Ткани Крахмал Вот так Вот Называется Это Спрей Я Нажимаю Вот так Набрызгаю И Паром Обдаю И все Это Растягиваю Как надо Выкладываю И Не могу Сказать Что Прям Вот Знаете Есть Покрахмалит Она Прям Вот так Вот Стоит Нет Я Такой Во первых Сама И не очень Не люблю Мне Такой Легкий Эффект Накрахмаливание Вот это Мне нравится И Вот Это Средство Оно Как раз Дает Такой Эффект Поэтому Я Уже Рассказывала И Вот Все Те Кто Еще Не Знает Как Накрахмаливать Девочки Конечно На Ютубе Очень Много Разных Видео Как Это Сделать В домашних Условиях Купив Крахмал И Как Его Сварить И так Далее И так Далее Но Сейчас Очень Много Всяких Средств Которые В магните Продается Вот Это Я Покупала У нас Супермаркет Просто Вы Может Внимание Не Обращаете Но Я Вот Специально Один Раз Посмотрела Когда Мне Начали Задавать Вот Эти Вопросы У Нас Практически В каждом Магазине Там Где Порошки И так Далее Продается Вот Средство Для Накрахмаливания Так Что Вы Просто Обратите Внимание Оно Не Такое Уж Дорогое Если Вы Вяжете Скатерти Салфетки То Я Думаю Что Это Очень Вам Поможет В Экономии Во-первых Времени Потому Что Все Так Это Варить Это То же Я Как Бы Вам Предлагаю Вы Праве Этим Воспользоваться Праве Не Воспользоваться Это Ваше Желание Вот Ну Что Наверное Я На этом Сегодняшнее Своё Видео Закрою Уже Столько Много Я Говорю Нет Я Не Устала Я Пущу С Вами Болтала Ну Просто Напраста Я Думаю Что Вы Уже Устали Я Как Всегда Желаю Всем Легких Ровных Петелек Задавайте Вопросы Я С Удовольствием Отвечу Жду Ваших Комментариев По Поводу Того Что Я Вас Там Спрашивала И Конечно Ж Ставьте Пальчики Вверх Делитесь Со Своими Друзьями Подписывайтесь На Мой Канал Если Вы Еще Не Являетесь Моим Подписчиком Еще Очень Много Интересного Будет На Моем Канале Ну А Я С Вами На Сегодня Прощаюсь До Новых Встреч До Новых Видео С Вами Была Ирина